Итак, давайте мы сегодня начнём с такого важного понятия, это скидывание отображения. Значит, ситуация какая? Пусть у нас есть два самых ориентированных вкладок, многообразия одной и той же размеров. Такая состоятельная ситуация. Ориентированная к способной ориентации. Ориентированная к замкнутой вкладке многообразия. Значит, и есть отображение системы. Если говорить о русском, то можно говорить о том, если мы нормально, то сколько раз мы должны обременно наматывать на это выразение. Сколько раз. Значит, чтобы сказать аккуратно, давайте, во-первых, зафиксируем такой важный момент, такой простой, но все вы знаете, что выбывая непрерывные функции, например, на отрезке, то сколько точек у тебя опфиксируется глобаток. И на самом деле, то же самое, верно, для любого комплекционного отображения вкладок разделал. Если глобаток вкладок, то сколько точек у тебя опфиксируется глобаток. Ну а если раздвигать жесты аксимируются, если по образу это меньше, чем на вес, в основном по такой дюймметрике, то мы всегда можем в адвокатах устроить по прямой, по диазетическому. То есть, условно аксимируется, есть два спыла, есть теоретическая аксимия, то есть, что все слишком-то достаточно быстро. А есть в фаллоге важно, что так аксимируется, но и в том другом смысле. Насчет такого утверждения, что любое непрерывное отображение, любое непрерывное отображение аксимируется в ад. Значит, это библиотизм, совершенно понятно. Но, на самом деле, если лезть это доказывается, то нам не хотят оборока и лезть, но мне совершенно не охота рассказывать. Я хочу сказать вам на этом месте, как говорят, сразу сделать такую оговорку, что, вообще говоря, вот, что таллология изучает? Она, например, первым шагом изучает просто отображение источника геноматопицы, а на втором шаге нам начинает изучать, например, положение многообразий и перепогружение многообразий. И вот там совершенно будет не вина на логическом теореме. Ну, то есть, вот, там за это очень большая проблема, если этим приходит все время, побороться, что совершенно ниоткуда не следует, если у вас кто-то таллологически уложит, то вы можете его выключить. Так что база осталась. Стало два тем, но при этом осталось и уложено. Вот эта ложность, это такая вот локальность. Когда вы чуть-чуть изучаете, оно возможно используется. И вот просто это тоже надо иметь в виду. А когда отображения просто хотите приведить, никаких проблем. То есть, это всегда приближается. Вот там будет лечь про положение, погружение или что-то такое. Сразу это становится сложным и задержать этот вопрос. И ответов, в соответствии, в случае нет, потому что это не всегда. Вот. Вады, я просто, к слову, что сейчас нам сейчас пока эти вопросы неинтересны. Интересно? Да. Поэтому мы, может, смело считаем, что это проживание нашей вады. Кстати, это сменит числа вады. Вот. Вот. И что такое степень? Значит, давайте выберем n регулярное значение, не критическое значение. Мы просто в прошлый раз обсуждали, что такое критическое значение для функции, а здесь для отображения. Но, на самом деле, это отображение, многообразие одинаковое размер. Это как и критическое значение. Это нерегулярное значение. Это то, где регулярная точка, это там, в которой дифференциал, будет понятно, потому что есть отображение вады. Это возникает дефицитическое отображение сосательного пространства, а не от двой разветности. Но вот если он не вырожден, то это не критическая точка. А если вырожден, то критическая. То есть, соответственно, значит, терминология такая, что P, F, 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 F. Это тогда, когда дифференциал выжижный. А, соответственно, значение критическое, если хотя бы один уровень. То есть, критическое значение. Или хотя бы один уровень. Вот. А вот что можно сделать? Можно... Многообразие N. Выбрать какое-нибудь некритическое значение. И посмотреть на некритическое значение. То есть вот такую точку, что у нее все прообразы сенсормируют. Вот эти все прообразы. Единственное. 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 Смотреть на количество этих прообразов со знак. Откуда берет этот знак? Ну, у нас есть фиксирование на ориентации, на IPMN. Поэтому, на каждом касательном пространстве тоже получается фиксирование на ориентации. И если у нас точка у нее критическая, то, соответственно, дифференциал этой точки не вырожден. Значит, у него определитель, либо положительный, либо потенциал. Сохранили. Обращайте ориентацию. То есть вот мы знак прообраза считаем. Это знак определителя дифференциала F. Вот. Ну и что тогда получается? Тогда получается, что по определению деревни отображения F это подсчет числа пророка за знак. Да. Давайте подумаем, почему не конечность числа. Не конечность числа, потому что вокруг каждого из них, есть небольшое окресло, которое на окресло здесь отображается в тёмном. Соответственно, здесь уже другие хобрауты. Возвращать к углу? Нет. Да. Вот. Да-да, я здесь что-то... Я все время немножко здесь... Я хочу привык говорить про не критическое значение, значит, когда про движение чаще говорят регулярное значение. В общем, это неважно, это примерно сильно. Вот. Значит... Ну, так вот. Отсюда, где-то компакт. Отсюда следует, что во-первых... Отсюда следует... Вернее, отсюда следует... Отсюда следует... Конечность по крайней точке у нас нету других точек прообраза. Ну, а отсюда из того, что это компакт, там уже следует, что их может быть только конечность числа. Значит, вот это мы можем написать. А какие сразу возникают вопросы? Ну, первый, естественно, вопрос... Это... Нам, естественно, разумно только те... Как это сказать? Те... Понятия, которые... Зависит от выбора точки углу. Угл. 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 Если бы в степени определили... Не корректно, если бы это зависит от выбора точки справа. Значит... Второй хороший вопрос. А есть ли вообще такая точка? Мы, так сказать, возьмем некритическое значение и... Вот. И... И... Это третий, третий, третий вопрос. На самом деле, интересно изучать, вот, ну, наверное, на нашем автохортиферисте... Те автохортиферисты... А... Отображения, которые не меняются при промокахе. Вот, на самом деле, два вопроса зрения. Что... Давайте... Это тоже... Значит... Присреждение номера А... Что... Угу... Степень независит от выбора... Те автохортиферисты... Те автохортиферисты... Те автохортиферисты... А... Те автохортиферисты... Те автохортиферисты... по степени у них не надо. Вот, значит, сейчас мы разберемся к чему, а сделаем это просто автография, как сказать. Нет примера, как вообще все может быть устроено. Самое важное, если у вас есть окружность, вы ее выражаете на окружность тождества. Какая будет степень? Ну, единичка, конечно. Но мы можем, например, обратить на тождество. Мы ее можем делять и, скажем, вот так положить. А потом проецировано. Ну, вот тогда что у нас? У нас, вот скажем, у этой точки, здесь ориентация, вот такая. У этой точки один прообраз и он с плюсом, да? Есть степень 1, если здесь считаем. Вот у этой точки прообразов 3. Но, а так как ориентация вот так идет, да? То этот с плюсом, этот с минусом, этот с плюсом. Опять же, здесь считается знаками. Сейчас в степень 1. То есть это покажут, что это с знаками считать обязательно, если мы без знаков считаем, мы же без смысл. Вот, значит, доказательство, на самом деле, есть две вещи как-то терапевременно. Вот, и показательство сидит на... А точки прообразов там как-то не считаются? Нет, смотрите. Смотрите, ситуация какая. Чтобы посчитать степень, нам надо выбрать регулярность. То есть тот, в котором нет точек, в котором дифференциал уберется. Здесь есть точки, в которых дифференциал уберется. Да, да. Если я выберу третье значение, то тут не очень понятно, что считать. Ну, и действительно, действительно, это неправильно. Считать степень в тех местах, где есть вырожденные дифференциалы, надо просто выбрать любую, где у всех прообразов дифференциалов не вырождены. Но, соответственно, степень не зависит от того... От всех точек регулярности. От всех точек регулярности. От всех значений регулярности. Например, вот на этой точке здесь есть регулярная точка, а есть и нерегулярная. Значит, это значение нам не похоже. Значит, на самом деле доказательство опирается на так называемую теорему Сарда. Я ее сейчас сформулирую. А доказательство не будет такой аналитический результат. Я, может, чуть-чуть попробую. Я, может, чуть-чуть попробую. Верно, но не более так. Вот. Значит, теорем Сарда. Мы говорим следующее. Она вообще более мощная, чем то, что у нас здесь. И она говорит об отображении в многобраде может быть разным. Во-первых, не нужны никакие запросы ориентированности. То есть просто в ладке многобраде. Да, да. И мы смотрим в ладкое отображение эти системы в n. И, значит, надо сказать, что считаете регулярными точками и регулярными значениями здесь. Ну, как бы невыражительность во хорошие условия, когда у нас от одного размера , вот аналитическиеικści, это просто разное время. Благодарным матрецом можно сказать, что такое невыражительное, Мы примутим м이 anti BRzoz. Мы не можете сказать, что такое невыражительная матрец, Примулятор самаяінг — аналитский сайма неизвел. Ну, по правилам минимуму существовало. Вот это неправильно. Так сказать можно? Нет, неправильно. Правильное определение в среде теоремы, если такое используется. Ранка считается максимальным только если он равен не верным. То есть, точка считается регулярной, если нефтенциал всё уйти. Если нефтенциал на всё. То есть это к 크точе зрение к встречи. То есть, например, если у меня в трёхмерном пространстве о interrogation такой вот вот абсолютно хороший alarms узел, то есть это к крупности, вложено на трёхмерное пространство. Вот это эта вся, то есть это трёхмерное пространство то есть есть FS1, номер три. Те точки окружности нерегулярны, потому что резко рюкзал не helixhiul этого. но он никак не может быть селективен, если M меньше, нет. Вот с этой точки зрения правильно считается так. В теории Сарада сначала определение, что точка P из M регулярно, тогда дифференциал в точке P, который идет на касательное пространство M, касательное пространство N, тогда он феоритивен, то есть он на все. На. На все пространство. Если M меньше, то обязательно все точки нерегулярно. На значение называется регулярно, если у всех еврообразов А значение? Значение живет у. Это называется регулярно. Есть ли все еврообразы регулярные точки? Вот. Вот теория Сарада заявляет вот что. Что если мы N ведем самую обычную меру, но отвечающую в какой-нибудь метрике, то множество нерегулярных значений будет иметь меру 0. Это R. Для любого F? Не для какого F общего положения, там, или еще что-то, имеет меру 0. Имеет меру 0. Вот. Значит, смотрите. Может, на первый взгляд, как оказалось, что я вернусь в горе, потому что в таких теме что-то есть, есть немного, да, такой специальный узел, например, в трехмерном пространстве, рассматривается, да, все точки нерегулярные. Вот с точки зрения. А значения почти все регулярные. А именно регулярными значениями являются те значения, куда узел не попадает. То есть вот так, если мы рассматриваем узел в трехмерном пространстве, то точки, которые на узле, они как раз нерегулярные значения. А то все остальные регулярные значения. То есть если у какой-то точки нет, то это тоже хорошее регулярное значение. Для пустого множества считается, что выклублено все, что выклублено. Вот. Вот. Поэтому вот такая теорема. Значит, что нужно понять. Значит, аккуратно доказательство опять же требует не в 3. Возьми. Вот. Очень полезное упражнение, если вы, как бы, догадывайте, эти теоремы не знаете, очень полезное упражнение такое. Мы должны разобрать всю теорему для отображения… Стоять, стоять! Для отображения из рв В, В, Р, Р, Р В, Р, Р В, Р В, Р Для отображения из рв Вот Ну, на самом деле Идея, ребята, не такая же, когда надо Давайте я для идейного расскажу И в качестве про них не оставлю Если у вас отображение из рв То есть главная функция Вот То надо разбить Все на достаточно маленькие отрезки Где производные примерно стоят Ну, тут, скажем, все надо аккуратно оценить Но я сейчас говорю для идейного Разбиваем на маленькие отрезки так, что на каждом из них производные примерно стоят Вот И нам хочется сказать Что У нас это Вот Нерегулярные Те, где производные ноль Правда? Ну, то есть Ну, то есть Если у меня Нерегулярная точка То Попала на какой-то отрезок То на этом отрезке производная очень маленькая Да? Два раза она очень маленькая Это проекция сюда Очень маленькая Вот видите Если Почти горизонтальная Проекция Вы слишком маленькая То есть Если это аккуратно все оценить Я иногда не помню Но Реально По-полу и Нужна окладить конечную Кладкость Некоторые Так, старые Бывает Конечная Кладкость Давайте 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 Я всегда Когда Я имею в виду Конечную Кладкость Но Большая часть И Упражнение Тоже Упражнение По-моему Второй Кладкость Если я правильно То есть Упражнение Достаточно важно Примерно Сколько раз Примерно Достаточно Здесь ЛС Я не помню Кажется Что МСЛ Может быть Плюс 2 Я не хочу Брать И Не Вспомнил Филип Лекции Я Вообще Конечная Кладкость Она Она Кладкость Патология Она Правильно Значит Давайте Пойдем Дальше Все-таки Вот эти Два А и Вот Что Надо Сделать Нужно Давайте В В А потом Пойдем А В 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 Если У Который осуществляет его отображение. Такое, что здесь мы наблюдаем F, а здесь мы наблюдаем G. Да, вот эта вот антиоксарда здесь на самом деле совершенно... Она очень общая. Да, компактная для всего ответа. Вот, смысловы давайте для этого и применим. Значит, как мы это применим? Ну, смотрите, что мы, собственно, применим? Мы применим конца, что я точно уверен, что вот здесь все точки, кроме меры нут, являются регулярными для F. И все точки, кроме меры нут, являются регулярными для G. И все точки, кроме меры нут, являются регулярными для F. Давайте вот на самом деле все точки, кроме меры нут, являются регулярными для всех трех. Давайте такую выберем. Давайте выберем точечку, которую мы точно знаем, что она регулярна. и для F, и для FG, и для F. Теперь это регулярно для всех. Для всех трех. Вот. А теперь, собственно, что у хорошего регулярного значения? Что мы можем всегда сказать про регулярное значение? Про образ регулярного значения? Вообще, если у вас в общей ситуации есть многообразие, подражается многообразием. И здесь есть регулярное значение. Что мы можем сказать про второго образа? Локально. Локально это чисто условия теоремы. Они явны фокусы. У нас, ну, можно там координаты здесь ввести. Эти координаты через координаты здесь, все рефтилен этот самый. То есть у нас там есть вырожденный минор, да? Ну и значит, на самом деле, в общем, давайте упражнение для тех, кто это никогда не проделывал, но вот на самом деле с теоремой Еврофункции непосредственно следует, что про образ и будет гладким. Вот многообразие здесь размерности M-M. Ну, задается M уравнение, у которых референциалы для нее не зависят. Это, собственно, очень просто. Вот. А про образ, обязательно, гладкое, гладкое. А вот вот многообразие. А разметности какой? M-M, да, да? Вот. Более того можно сказать так. Что это означает здесь? А здесь означает почту. А здесь причем, значит, смотрите. Это получится одномерное обладание под другообразие. Здесь у меня... Здесь произвольные другообразия. А здесь я уже в условиях, когда я степень отображения не пытаюсь управлять. Поэтому у M и M одинаковая размерность. Ну, а если я беру M до отрезок, то у нее, естественно, размерность на один больше. Соответственно, здесь будет одномерная под другообразие. Как выглядит одномерная под другообразие? Ну, у него... У него... Компоненты... Компоненты... У меня все компакт. Компонентов кусков не может быть. Могут быть компоненты, которые выглядят как отрезки. Ну, топологические. Причем могут быть вот такие отрезки, а могут быть вот так. Вот так. И вот из того, что она регулярно ехнет ее от маленького, следует, что уже касательные волкеты, площадки, уже она отображается вот сюда, безаморфно. И, опять же, воспользовавшись теореманией этой функции, это означает, что отходят, но он обязательно не касается. Отходят с тех пор, ну, скоростью, направленную, так сказать, ну, так сказать, социально это... Сильное слово для этого нужно не показать. Вот. 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 Что... Так. Что, грубо говоря, хочется сказать? Грубо говоря, хочется сказать, что если мы посчитаем здесь, посчитаем здесь, будет одно и то же. Но надо считать со знаками. Давайте разберемся, теперь разберемся в ориентацию этого знака. Значит, смотрите. На... Вот здесь вот. Для этого давайте поймем. Вот. Смотрите. В общей ситуации в касательном пространстве есть ориентация. Здесь тоже есть ориентация. Где ориентация появляется? Здесь. На самом деле, если внимательно посмотреть, то, опять же, здесь теория манирует функцию. Следует следующее. Что в каждой точке вот этого вот под многообразия, если я здесь возьму нормальную площадку, которая им перпенебулярна, то она как раз, ну, касательная к этому многообразию, отображается в ноль. Дифференциально. Так понятно, да? Ну, если по праву подходим, то... А вот эта площадка, соответственно, обязательно отображается ровно... Эээ... 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 Эмм... Эээ... 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 Ээээ... По áreas су максимальными имеющими... Эээ... Эээ... ну вот и сложная проверка можно произвести есть не у вас что ее произведение на ориентированной площадке вот если мы берем произведение вертикальные на касательную положительную ариентацию n мы получаем положительную ариентацию n на отрезок а если она уходит вертикально вниз то это соответственно минус каждый раз когда входит положительный знак а каждый раз когда входит это отрицательный а для нижнего наоборот а почему для нижнего наоборот ну потому что опять же когда эта штука вертикально смотрит то ее произведение на площадке это положительная ариентация n и теперь она вверх смотрит и тогда она выходит для нижнего поэтому здесь опять же плюс здесь плюс и минус а здесь минус больше мораль такая мораль такая если у нас вот вы нарисовали вот эти вот компоненты прообразов в точке q и каждая из них если она идет от одного основания до другого то он соединяет точки одного знака а если она идет от какого-то основания до не может с одни точки раз ну соответственно отсюда прямую естественно следует что если мы считаем точку со знаками он получил сверху и снизу одно и то же да да ого что мы доказали мы пока доказали какую-то странную вещь мы пока доказали пункт B не доказал пункт да то есть мы пока не доказали что степень F определенно корректно ну а то мы доказали что если мы поверим степень F в какой-то точке то у меня обязательно сойдется вот а как 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 совершить это? Доказать все, что... Ну, идея, зависит, какая есть идея, простая на самом деле. Я ее, может быть, чуть-чуть неаккуратно сделаю, но ладно, надеюсь, что будет понятно. Смотрите, давайте посмотрим на одно и то же. Вот теперь у меня одно окружение f, из многообразия n, у которого два регулярных значения. У1 и У2. Что можно сделать? Можно делать... Значит, у нас есть такая штука. Здесь есть такие полезные вещи, как называется, изотопия. Что такое изотопия? Вот что на себе слово изотопия? Изотопия означает... Вот есть гомотопия, да? Когда у нас просто отображение здесь, отображение здесь и непрерывно продолжается на целитах. Вот в отопии хорошо, когда мы хотим, скажем так, просто с отображением работать. А когда мы, например, с дефиоморфизмом идем работать, очень приятно работать с такой вещью. Я вот сейчас буду изучать... Вот такое отображение n на отрезок. n, на которой, с одной стороны, является гомотопией, у них раз оно непрерывно отображение. Я еще хочу, чтобы оно на каждом своем слое было дефиоморфизмом. То есть оно начинается с дефиоморфизмом, заканчивается с дефиоморфизмом. То есть мы берем какой-то дефиоморфизм, и так начинаем гладко возмущать. Вот. Тогда это говорят, что это изотопия. То есть гладкое отображение цилиндра, которое проехали на каждый слой, является дефиоморфизмом. Вот, чего я хочу сделать. Я хочу придумать такую изотопию n на себя, чтобы снизу я надолго дало дождественное отображение, а сверху я надолго дало какое-нибудь отображение, которое по один переводится по два. Вопрос, могу ли я придумать такую изотопию? Ну, вопрос, а кто вообще брать изотопию? А самое простое, что можно придумать брать изотопию, это проектористику гладкого артизма. Если у меня есть векторное поле, то тогда t и x это любое лавкое векторное поле на многообразии. Когда я пишу n и x и x, и t начинаю, и двигатель нуля, то у меня получается какая-то изотопия. Ну, могу я наден придумать векторное поле так, чтобы траектория с точки у 1 за единичное время приходила с точки у 2. Раз это связано, значит, несомненно, могу. Не больше от векторного поле ничего не надо. У меня на самом деле огромного плода будет происходить какой-нибудь вектор. Такое поле единственное условие в траектории с точки у 1 переходила с точки у 2 за единичное время неправде. Ну, вот. В PSP такая изотопия существует, да? Давайте какую-нибудь обозначим, значит, мне удобно думать, мне удобно вести обозначение не для собой изотопии, а вот здесь идет параметр t, и как бы я вот так вот обозначу. Вот здесь на слой t у меня есть фиоморфизм t. Ну, то есть фиоморфизм. А f1 это вот какой-то фиоморфизм, который входит в переводку кутона. Отлично, такое мы научились. Давайте теперь посмотрим на такие два отображения. У меня было исходное отображение f, тогда это первое, что я могу сделать. А еще я могу взять вот такое отображение f, композиция, о, извините, не с той стороны композиции, но вся вот. Сначала f примем, а потом f1. Вот могу так сделать. Было два отображения. Вот. И теперь давайте посмотрим. На самом деле, чуть-чуть, чуть-чуть. Так? Ну, простое замечание. Если, вот, для и ответа вот, вот. Что можно сказать про источники q1 и q2 по отношению к и? Вот по отношению f мы их выбрали так, чтобы они оба были регулярными значениями. Так? По отношению к f, вот, можно что-то практически сказать? Про какую из этих точек? Немного феотеин же был дефиморфий. Немного феотеин. Немного феотеин и феоморфий. Понятно, что это дефиморфий. Немного феоморфий. На выразитель серегуляторные дифференциалы не влияют. Ирия. Что, в обе будут регуляторы? Нет, нет. То есть, пока нет, в обе будут регуляторы? В 1 и в 2 для f оба значения регулярные. Можем же вы что-то сказать про эти значения для… Фи? Да, по-другому, по-другому, по-другому. Ну, давай, давайте смотреть. Если мы сюда дальше не меняем Фи, да? А здесь я еще раз рисую гену, да? Вот, смотрите. Какая-то здесь точка, если перешла в У1, то здесь она перейдет в У2. Правильно? И референциал, естественно, будет не выраженную композицию. Референциал будет не выраженную. Поэтому У2 будет регулярным значением. У2 регулярное значение для этой композиции. А про У1 ничего не знаем, потому что У1 при этом референциал приходит, понятно, откуда. И, может быть, это была не регулярная точка. Ничего не может быть. Нет, ну, скорее всего, да. Но нам не надо ничего говорить. Нам достаточно посмотреть. Поехали, я буду смотреть на У2. Значит, смотрите. Я посмотрю на У2. Да. Вот, смотрите. Пока мы не доказали корректность вот этого дела, давайте я очень временно, потому что так, конечно, никто не пишет, ввиду такое обозначение. Степень отображения Ф относительно регулярного значения У. Ну, я, собственно, хочу показать, что от У она не зависит. Временно, временно. Ну, вот что я хочу сказать. Что для отображения Ф точка У1 выглядит абсолютно так же, как для композиции точка У2. У нее те же самые правовки, да? Здесь те же самые места. Правильно? Я указаю такую простую вещь. То есть, если я померюсь степень Ф по отношению У1 и степень Ф по отношению У2, то они, несомненно, равны. Просто то, что не хотите, и те же правовки. Вот. Ну, надо, собственно, все сделать. Потому что, смотрите, теперь у меня... А хочу-то я что? А хочу, вот это мы знаем, а это я хочу, да? А хочу я, что это степень Ф по отношению У2. Ну, если я это расскажу, то я увижу, что степень Ф не зависит от того по отношению У2. У2. А вот это мы, по сути, только что доказали. Потому что теперь у меня два в главном качестве EF и G, взять вот эти два гомотопных отображения. Правда? И они, несомненно, гомотопны, потому что они даже и затронуты. Вот. Вот эти два гомотопных отображения. И я хочу смотреть на их степень в одной и той же точке. От отношения к одному и другому значению. То, что это равно... Ну, можно доказать. Вот. Просто я чуть-чуть обмажу. О, смотрите. Я здесь сказал бы У. Выберем так, чтобы оно было регулярно для всех трёх отображений. И что такое? А здесь у нас главу уже не можем убирать. Убирать. Но такое получилось? Оно регулярно по отношению к этому. И к этому. Почему оно регулярно по отношению хомотопии? На самом деле, если совсем аккуратно, то некоторая аккуратность проявляется. Проявляется она относительно просто. Проявляется она следующим образом, что на самом деле, прежде всего, мы еще не знаем, что в этой системе зависит от точки. Но что очевидно? Очевидно, что если мы в точку Q немножко будем шевелить, то степень по обычной точке не меняется. Потому что глагально у нас здесь у нас в точке Q вот столько прообразов, то у низкой точки. Она в первом цели будет регулярная, в другой точке образует открытое множество. Но, кстати, я это произнес, и понял, что надо это уточнять. Это, на самом деле, правильное подтверждение только если у нас компактное множество. А иначе это, называемая, может быть, немножко хуже множество, через течение счета открытое множество. То есть все близки будут регулярными. И у всех близких здесь будут ровно по одному праву, хоть у каждого из этих точек. Ну, поэтому, на самом деле, иногда, когда я здесь говорю, что я в Q2 хочу сравнить, мне достаточно сравнить в любой точке достаточно с низкой Q2. Ну, а может быть, среди них регулярная для обработки тоже будет. Вот, в общем, вот здесь проявляет некоторую аккуратность. Это все дело завершается. И в результате оказывается, что это действительно корректная вещь. То есть у нас возникает такой вариант, что каждому отображению многообразия, связанных с ориентированным многообразием, одной размерности, соответствует математическим словам, которые называются в степени. Разображение? Вот. Ну, например, то есть мы точно знаем, что если мы по медленной степени двух отображений, они разные, то это точно не модно. Вот. Значит, да, давайте я еще раз скажу важные моменты. Как еще можно определять степень? В степени это такое, как сказать, степень. Очень важное понятие, у нее совершенно разные есть определения. Вот можно вот так вот, как бы, из классового мира прийти и определить тогда. А возможно, если вы знаете, что такое гомология, мы про гомологию больше будем говорить. Вот. Но если вы знаете, то на самом деле степень это больше что-то такое. У вас, если есть отображение F из LB, то возникает индукцированное отображение в гомологиях любой размерности. На частности, это отображение в NBF, на старшем гомологии. Вот. Ну а это тоже мы будем еще говорить, что гомологии старшей размерности в многообразии, это просто ориентированное западное многообразие, это просто C. Причем выбор ориентации, это выбор одного из гомологии, выбирая какой-то класс единицы. Соответственно, это отображение, где-то обязательно, ну, какой-то гомологии, это умножение на какой-то число K, да? Вот число K и называется степень. На что укажается? Ну, или другими словами, образ фундаментального класса Fm равен степень F на фундаментального класса Fn. Вот, и на самом деле это немножко более общее определение, потому что оно отлично работает в негладких многообразиях. В этом году жизнь в жизни на гладких многообразиях не так часто встречается, но это бывает. Вот это все хорошо для негладких отображений, если оно отображение милиционерного, то мы всегда можем проксормировать гладким и посчитать здесь. Но если самое многообразие на гладкое, то это вот так просто не проксормируется, а это все равно как работа. То есть это вот второе определение. Ну, и третье определение, ну, собственно, оно довольно легко. Почему это разносильно? Я первым, если говорить не буду, это моим мужем потом, да, про гомологию будет говорить. Вот, а третье определение, которое достаточно несложно. Вот это же, что оно разносило? Я думаю. Ну, можно просто сделать точку. Можно ввести на n какую-нибудь форму объема. То есть выбрать метрику и ввести форму объема. Тогда что у нас математически возникает? Форма, форма старше людей. Ну, и у меня, естественно, возникает, когда я взял форму объема, у меня возникает понятие объема, который есть. Я просто набрал, вот, делал форму объема. Ну, если у меня есть вот такое распространение, я могу перетащить форму вот туда. Ну, а дальше, естественное желание проинтегрировать это объема. И это утверждение, что это всегда будет степень f умножить на объем n. Ну, и это можно использовать как определение степени. Значит, я сейчас, давайте, ну, на пальцах, ну, на пальцах, ну, на пальцах, ну, на самом деле, единственное, что так содержать надо понять. Надо понять, что если мы вот так вот определяем, то вот этот коэффициент не будет меняться, если мы по разному форму объема объема. То есть, это такое, вот, вот это, это хорошее упражнение. Почему коэффициент, который стоит? То есть, мы хотим понять, что это коэффициент разной степени. Ну, для начала давайте поем, что он не зависит от того, какую форму объема будет. То есть, если мы метрику меняем, то этот коэффициент не меняется. Хорошее упражнение. Вот. А как только мы это поняли, то все просто. А вот, дело в том, что, вы всегда можете сцентрировать метрику, выбрать такую метрику, чтобы почти весь объем жил маленькая скресточка. Вы сами выбираете метрику. Ну, кто уменьшает скресточку? Маленькую... Сделать агробовую. Маленькую. Маленькую. Ну, никто же не не мешает. Какую точку, произвольную точку. То есть, вы сами выбираете метрику, то есть, у вас метрика не дана, а вы сами будете. увидите вот так, что у вас была такая тяжелая-тяжелая в этой маленькой окрестности и у тебя очень легкая она, где могу? ну, что вы тогда увидите? тогда, когда вы говорите про pullback, то у вас здесь найдут тяжелые куски в каждой из этих опровокусов причем с плюсами вокруг положителя и с минусами вокруг отрицателя а всем остальным может не предъявить, что они маленькие ну, вот-вот вы и получите, что с деппом может на тот же самый интеграмм вот, вот-вот ну, да так что, вот, просто это тоже полезно иду 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 очень спасибо так, давайте пойдем дальше вопрос вопрос, вопрос на цепку на тюшке степени ухожения динам вклады на тюшке мотива куда текать на тюшке, что предыдущие подсказывали т.е. есть и степени наверное нет есть и системы разные тут точно нет ни в этом мы можем сказать верно верно ли что это был полностью причащая это будет хорошо давайте просто банальный пример чтобы чтобы раз и всегда говорится что это не так вот так значит Я, правда, в этом примере не буду аккуратно наказывать, что тут будет платок, но интуитивность абсолютно очевидна. Вот. Пример добавить такой. Давайте. В качестве n возьмем полезность в роду 2. В качестве n возьмем то. У нас есть два отображения. Можно эту ручку сколтать в точку? Можно эту ручку сколтать в точку? Здесь, там, там, где-то. Вот эту ручку сколтать в одну точку? Нет, нет. А везде в стороне просто ее, собственно, укладывал в воду. Вот. Ну, получается, здесь вот в любой регулярной точке один прообраз, здесь и где-то. Наоборот, то есть где-то. Ну, конечно, так интуитивно понятно, что эти ручки не готовы. Ну, возможно, и аккуратно. Посмотреть под действием на этапе группы или на первую ломологию. Вот. Так что это, конечно, неверно. Вот. Вот. Но... Оказывается, что что гениться, незамечательное, извините, когда это верно. Да, да. Еще один важный момент, что, на самом деле, если вы понимаете, надо про анализировать все-чем, как мы обсуждали, для 20-ти. Да, да. То... Я все время говорил, что мы с Арсаном Попактами, это не можем. То есть, с Арсаном Попакт. Вот. Вот. Если внимательно смотреть, то компактностью М, от того, откуда пью, я реально пользовался там, что не ходить в число образа. Так. Компактностью МН, на самом деле, где мы пользуемся здесь? Разгонизировать, потому что я говорил, компактностью М совершенно два дела. Единственное, если МН не компактно, а М компактно, то понятно, что... То есть, определить все можно. Все будет. Прежде всего, верно. Но это, кстати, тоже будет полезное исключение, что если МН не компактно, а М компактно, тогда компактно, а МН не компактно, у вас большая часть точек заведомо не покрыт. Поэтому стив всегда нравится. Ну, образ компактный. Ну да, образ компактный. Ну да, образ компактный. То есть, просто полезно иметь в виду, что если у нас компактный, а например, если у них нет компактного, то вот такой подсчет про образы, то мы будем просто всегда давать на ухо. Ну, даже третьего изделия, это может быть. Да. 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 И с третьего изделия уже живет. Так. Хорошо. Значит, вот есть очень важные херемы. Здесь говорим так, да. Здесь говорим так, да. Что? то пусть у вас племп, а по-прежнему замкнутая, гладкая ориентированная. Замкнутая, да, гладкая ориентированная. А в кочерке мероприятие возьмем сферу. Просто мероприятие. Нас интересуют два отражения. Сням мероприятие сферу. Обязательно, что они гомотокны, когда их степень не одинаково. Если гомотокны, то, конечно, степень не одинаково. Но у гомотокны есть и степень не одинаково. То есть уже гомоток. И это очень важный момент. То есть, конечно, не верно. Но как только мы здесь сделали сферу, это становится верным. Ага. Вот. Как такого рода вещи можно заказывать? Ну, примерно вот так. разный способ относительно. На самом деле, на самом деле, смотрите, что довольно просто. Довольно просто предположим, что у вас есть какой-то многообразие темы. Отображается в сферу. И, по-моему, здесь нашлась такая жучка, что у нее все образы имеют один и тот же знак. Ну, только плюс. Здесь исключительно плюс. Кто тогда может сказать? То есть, посмотрите. Вот. Вот. И какое-то количество данных. Таким степень. Значит, вот у нас сфера. Да? Вот у нее будет точка Q. У него была крестность. И в этой крестности у нас достаточно маленькая крестность. Здесь есть. И здесь. Вот тут вот такие вот правообразы. Да? Да. Каждая из которых дефиа может отображать. Это маленький рот. Ну, это маленький рот. Да? Вот. Что на самом деле можно сделать? Во-первых, это, во-первых, можно сделать то, что можно, так сказать, в любых. Опять же, вот применяя какие-нибудь трифлики, типа вот этого, на проектировательской группе. Здесь можно все эти шарики при помощи изотопии собрать, чтобы они были в другую спеть, чтобы они были в другую спеть, чтобы они были в другую спеть. Чтобы они были в какой-нибудь высочке надо обратить кем, где оно вообще вообще просто. Собрать весьместе? Какой-нибудь одной карте. Более того, в этой карте, в этой карте, в этой карте там можно, например, вот тут, нет. Там, где лежат эти, а в трудности, не просто вот экономические картины. Что можно дальше сделать? Дальше можно сделать так, чтобы по отношению... Я сейчас немножко математически говорю, не варить, я не хочу, в этой карте. Можно в каждой из этой карте как-то жизнь просто разглянить. Делать дело, чтобы оно было... Мы повернули здесь небольшой дефиоморфизм, здесь делать, пользуясь вот, не в чайнике, потеряем объявленной функции. Так как финансиал постоянен, можно... Ну, когда у нас это дефиоморфизм, можно от маленькой известности всегда вот это ображение ненепрерывное продеформируемое просто в тождественной дефиоморфизм. И, соответственно, естественно, устроено очень стандартно, можно сказать, да? Вот. А дальше можно сделать такую стружище. Можно сделать такую гомотопию. Вот, вот, всё выполнение... Выбрать здесь точку противоположной этой кухне, да? И всё выполнение потихоньку стянуть в точку. То есть, вот смотрите, у вас какая картина. Вот у вас есть термирная сфера. У вас на нём есть маленький кружок, который вот тут в точке кухня, да? А... Есть диаметрами противоположной точки. Я беру и просто попробую, вот, подумаю, совершенно стандартным образом. Всё стягиваю в эту точку, а этот кружок стандартным международным образом растягивается на всю сферу. Вот такая гомотопия. Значит, вначале... Это гомотопия чего? Это гомотопия отражений из сферы в сферу. Начинаем с последственного отражения, а заканчиваем мы к таким отражениям ушём. Этот кружок растягивается на всё, а вся вот это вот всё выполнение уже в точку плюс. вот вот есть такая гомотопия. Давайте её как-то вот что-то что-то на шагише. Т, а теперь давайте рассмотрим гомотопию. Значит, у нас устроенное отражение F, а мы можем рассмотреть такую гомотопию. Сначала применять F, а потом вот это H, D, D, то есть это гомотопия сферам, и от гомотопии отражения F. Из этого гомотопия отражения F. Чего у нас отражается? Ну, во-первых, это гомотопия, а в результате у нас отражается отражение следующего типа. Всё отражение этих руков отражается точку минусу. Это точку минусу. А каждый из этих руков нет? Некоторым причём совершенно стандартным образом натягивается на всю сферу. Положение на ориентации. Чего я сделал? Я взял любую лёдку, любое отображение и привел к некоторому стандартному виду. если я возьму любое отображение с той же с кем на самую ты, то придётся к тому же самому виду. они будут с собой. То есть, вот морали эти действия, я просто взял произвольные клетки, которые ничего не знают. я с ним выдавал, выдавал, создавал, очень стандартное. Выбраны вверх угол я каждый из них на сферу стандартных способов оттянул, всё остальное открыли в точку. И оно будет непрерывным, будет прерывать, а я получил автоматизм из непрерывного отображения, так что никуда не деваться. Я получил автоматизм из непрерывного отображения и он будет прерывать. Да! Это все хорошо, но если есть плюсы и минусы, то ответ такой, что для начала я тоже могу привести к стандартному виду. Стандартный вид такой, что здесь сколько плюсов, а сколько минусов. То есть у меня опять все в точку, но эти, на которых минусы написаны, положительным образом не оттягиваются на стену, а те, на которых минусы написаны, они отрицательны. Вот, осталось сделать одно простое упражнение. У меня есть плюс и минус. Какое отображение? Какое-то многообразие совершенно не важно какое, потому что оно все в точку идет. И у него маленькая область есть два кружка, плюс и минус. Положительный кружок я отображаю на стену. Вот я все кроме этих двух кружков отображаю в одну точку сферы выделяем. Положительный кружок я на эту сферу на данный момент. Они не воритации нам отматывают. А асоциативный кружок я на эту сферу, да? Собращение воритации нам отматывают. И спрашивается, почему же это? Почему я могу эти плюсы и минусы? Уничтожить, сократить. На самом деле, если понимаете, это дело посмотреть, то я вам сейчас сказал вот что. Осталось сделать вот это конкретное упражнение. Я хочу сказать, что оно очень простое. Давайте сначала что будет для размера с единичкой? Для размера с единичкой, то я призываю вот что. У меня на окружности выделена точка, да? И я... Ну, будет. Здесь совершенно не важно, какое у нас дообразие. У меня вся атмосфера, которая будет производить, живет в твоем области. Вы можете сказать, что это тоже сфера. Все, все. Сотянуть точку. Вот, вот. Вот. И... В частности, я... Иду, 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 иду. Да, вот так иду. А потом? Вот так иду. Опять. Вот так иду. Не, не, стучка, чем такое изображение. Окружность в окружности, плототно. Да, да, да. Отображение в точку. Да, да. Чай, чай. Вот. А для сферы выглядит абсолютно так же. Абсолютно так же. Почему абсолютно так же? Да, да. Это просто... Ну, у меня сферы что-то надо взять. Надо взять диаметральную лоскость. Вот так. Добавить. Добавить... То есть у меня. А так в каждой параллеле будет локаться вот так. И... 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 В немомерном случае тоже. Соберёк шапку снимаем. Да, 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 да. Вот. То есть это... Ну, это очень хорошее ухажнение сделать. Это аккуратно. Да. Ну, у нас сферы мы используем. Может быть, у тебя тетяло? У меня шарик сферы. У нас сферова. Сейчас сферова. У нас сферова. То есть мы больше ничего не используем. Ну, это очень существенная вещь. Вот если сфера, то совершенно не работаем. Вот. Хорошо. Да, да. Самый интересный случай на самом деле, когда... Сферова, только з-з штук. Вот они четко одним целым числом. Да. Кстати, из этого доказательства отлично понятно, что, кроме всего прочего, у нас на сфере задней есть разображение всех степени мнений, правда? Ну, что-то так же вы можете сделать со стандартным образом. Это, кстати, в случае сверху. На самом деле... На самом деле... Ну, я просто говорю. Угу. Задачи очень люблю. Поэтому очень большое отличие не сделаю. На самом деле очень... Так-так... Задача... Мягко говоря, не очень. А я там есть некоторое количество результатов, на него ползолуного понимания нас нет. Я ответил, что задача о том, вам дать произвольные два самых подкладчиков, когда образе ориентировано на кладной разместности. Просили. А вообще-то есть? Хотя, самое простое. Есть отображение или другой степени? Ну, любой степени всегда есть. Просто многообразие. Первое. Берем всю воду. Второе. Вот она уже для него степени. Какие два два многообразия? Да. Он говорит, что в любой степени есть. А есть ли угры ненужой степени? Ну, ответ совершенно... Это значит... В общем, все ответы нет. Нет. Например, что хорошее упражнение про глуполыги, которые в какой-то момент я сделаю, что не бывает отображений ненужой степени сферы на то. Никак. Никак. А вообще поверхность меньшего рода, поверхность большего рода, не приходит сферы на то. Никак. 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 Ну, я так как бы хорошо разберу два мы все-таки. Хорошо понимаем. А старше процентов. Потому что можно, что нельзя, а очень-очень... Как бы... Полного понимания нет. И еще как бы вот тоже... Ну, следующее понимание у вас есть два многообразия. Допустим, в нем есть отображения ненужной степени. А какие там степени реализуются? В случае многообразия сервера реализуются просто сифика. Но... Очень часто реализуются какие-то очень странные числа. Вот. В общем, это в общем случае распростая. Вот. Вот. Что же у нас получается? Что же у нас получается? Если... Угу. Если взять... Вот так, сейчас я взял. Так, сейчас я взял. Привременье осталось. Привременье осталось мало. Ага. Что же получается, если взять отображение из сферы? И это тоже одной точки, одним числом, который интересует коцел в своих сферах. И на самом деле следующее очень важное понятие, которое здесь представляет. И это... Интересно. Интересно. Или веток. Или веток. Вот, значит. На картинах такая. Мы с вами говорили, что... Мне удобно сейчас такой вот... Дракративная, структивная... ...концекс, вот, на которой я говорила, что структивная плетка на него в целом. Вот, сейчас структивно удобно. Если другой комплекс, получаем последовательность приклеивая плетки. Ну, сейчас. Давайте рассмотрим, каким образом мы приклеиваем какую-то диаметную плетку. Это... Ну... Н-мертный клет. Приклеивается... Куда она, во-первых, приклеивается? Она приклеивается к n-минус одномерному хосту, в нашем контексте. У нас есть работа, там, 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 х, да? И... Мы хотим посмотреть на n-минус одномерный хостов. То есть, там, секс, размер... Там, и всех веточек, где размер все n-минус одни здесь, а дальше нет. n-минусомерная клетка приклеивается к подпоненту под подопрожительной границей серверы. Вот сюда. Вот. 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 Что всегда можно сделать? Можно взять и n-минус одномерном комплекте всегда есть n-минус домерный. Там, 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 как у вас мозг. Можно взять и его искусственно стернуть в точку. То есть, просто при нём просто секс. Потому что, если секс. nf1, этот суть по-прежнему сложная пространство. А вот очень-очень полезная вещь про секс. Это отличается в том, что здесь я футберизую просто перифактор пространства. По-прежнему. 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 Я получаю что-то очень простое. Что я получаю? Кет-сер. 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 Просто взяли мыслой сфер и два точка в каждой клетке соединены. Ну понятно почему. Потому что все веточки размера степи n-минус 2 и меньше. Все они собрались в точку. А каждая веточка размера степи n-минус 1, она только границей предъявилась к n-минус 2. И вся ее граница по-прежнему оказалась в точку. Но все осталось отдельно в каждой клетке. Поэтому это и есть букет сфер. А, верно? Я не знаю. Значит, Саньки. Этот букет сфер. Я правильно думаю, что это как бы. Они прямо происходят из клеток. То есть как букет. Кет-сер. 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 Да, он. Значит, исходное это 3.7, это мера. А здесь букет-сер. А теперь если я интересуюсь какой-нибудь одной клеткой, то я всегда могу сделать так. Я могу все множители кроме одного искусственную точку. А это один на сферу. Ну то есть у меня здесь есть полно таких проекций. Отвечающие для каждой клеток. Тау. Здесь есть проекция. Вот что мы получили. Мы в результате посетили, что парочки. 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 Парочки клеток. Сигма. Тау. Отвечает вот такое упражнение. Сигма. Сигма. Тау. Сигма. Тау. Сигма. Тау. Так же, я думаю, нет места подппиплений. Тау. Тау. Значит, вот так поотключается. Сигма. Вы производственного Kyos-implTeam Клайфуни. Да. Тау. Но из границы такой, из абстрактной, из границы, которая там уже приклеена, эта граница там может как-то плохо быть, а она именно из границы диска. Вот, вот. А тут как бы просим, мол, Добро думает, что мы хотим его туда приклеить, да? А про Тау? Добро думает, что мы интересуемся только, когда диск приклеивается к внутренности Тау, то есть границу Тау всю приклеивать. В точку, тут мы на самом деле здесь секретируем, в точку все, кроме внутренности Тау. Вот. И вот то, что... Тут важно понимать, что... Важно понимать, что... Что? Ну, с точки зрения знака, это совсем не корректно. А если мы хотим знак, то... Ну, надо не забыть, понятно, нам нужны, чтобы степь и степь определить. Там нужна ориентация здесь и ориентация здесь. Ну, а ориентация на сфере происходит с ориентацией диски? Ну, то есть, если у меня выбраны ориентации на этих клеточках, то знак тоже корректно определён. То есть, на самом деле, когда вы смотрели на сфере другой комплекс, правильно будет так. Давайте независимо только все его клеточки на сфере ориентации. Это для каждой пары, состоящей из ориентаций и ориентаций и ориентаций и ориентаций. Значит, смотрите, тут ситуация такая. Я вот ещё на самом деле говорил, что довольно часто приходится работать с... Довольно часто приходится работать с таким... Это где-то, как регулярный клеточный комплекс. Регулярный клеточный комплекс – это что такое? Это когда у нас замыкание каждой клетки для миоморса на замкнутый шар. То есть, у нас клеточку, вот, как бы... Когда работает наша полная интуиция клеточка, это уже такое... С границами, разбитыми на клеточки тоже, да? Вот они здесь просто положены клетки меньший размер. Например, на тот, например, симплециальный комплекс, или вот, на многограницах, там, как-то, да? Вот. Если у меня комплекс вот такой регулярный, да? То, на самом деле, всё гораздо проще. Ну, ну, вот, давайте вот этот сигмонат, а вот это, да. Ну, всё, что произойдёт... То, что... То, что... Вообще никакие клеточки старшие изменности? Нет, сейчас, сейчас, регулярные. Это когда любая у любой клетки, её сбытание, его характеристическое отображение, вот, 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 вот. С границами, там, наш, является отложением. Ничего не склеивает, является, как, например, амортизм науне. И тогда регулярные активности. И здесь не мы... Ну, на самом деле, мы можем всегда думать про старший размер, сейчас всегда думать, что сигма старший размер, потому что более старший, вообще, неинтересно, чтобы определить крецент инцидентности. Правильно? О них забудем. Вот. Ну, здесь сигма, здесь её клетка по размеру стеотипа. Ну, каким будет крецент инцидентность? Давайте подумаем. Значит, что мы должны сделать? Границу сигнума, которая топологическая сфера, да? Отобразить её в остров. Ну, остров. Ещё очень понятно, что такое. Ну, дальше я в этом острове, в контентентном сферном, всё, кроме вот внутренности этой клеточки, стягиваю в точку. Ну, что у меня реально отличается? Реально у меня отличается больше, что была вот такая сфера, да? Я какой-то её кусочек и миоморфно отображаю на втором. Это... А всё остальное стягиваю в точку. Что можно сказать прости? Ну, она плюс или минус 1. Здесь у меня точки 1 мурового образа, да? То есть вот в регулярной твердочной комплексе, где тепень плюс или минус 1 и... И, естественно, вот в таком случае ещё бывает, что tau где-то далеко, Ну, тогда, конечно, перцент инцидентности 0, она вообще его не забивает. Понятно. Вот. Ну, кстати, это всегда. Перцент инцидентности 0, если сифру, то он не прилипеет. Вот. Вот. То есть он в регулярной твердочной комплексе обязательно перцент инцидентностью плюс или минус 1. И это просто вопрос согласования ориентации. Если я бы на сигму и на tau, кто попал и выбрал ориентации, они бы согласовываться с 0, не согласовываться с плюсом, согласовываться с плюсом, не согласовываться с минусом. То есть это на самом деле простой случай. Вот. Ну, мы хотим работать с произвольными ситуациями, как комплексными. Это не регулярные, но это первый. Это первый раз объяснял почему. Потому что регулярные, на самом деле, очень трудно строить. Очень трудно строить регулярные отменения, очень трудно разумываться, чего нам надо. А просто с игровыми отменения не внести. Но как-то цена, которую нам приходится платить, это что вот эти вот штуки на самом деле построены более сложные. Здесь реально надо смотреть степень отображения. Вот так, чтобы ковер-клепочка прям подошла и ровно один заст, это бывает совершенно не всегда. И в конце-то инцидент эти могут быть, во-первых, произвольные что делать нечисто. Ну вот. Что здесь еще надо обязательно сказать? Ну вот, 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 вот в этот пример, выводит в некоторое вот соображение. Посмотрите, если я возьму клеточку в коротмятости, в коротмятости в 2. Теперь не коротмятости в 1, а коротмятости в 2. Она будет ровно. я буду наблюдать, что у меня есть ровно 2 клетки, которые содержат трехмерные, то же самое. У меня будет ровно 2 грани, которые содержат данные рифров. И смотрите, у меня возникнут 4 клетки от язвности. Сигма ТАО-1, ТАО-1, РО, Сигма ТАО-2, ТАО-2. Каждый из них плюс-минус один. Что можно сказать? Про И-4. Можно ли что-то сказать? Вы можете предположить ноленькую. Но надо, по извинению, окажется, брать Сигма ТАО-2, ТАО-1. Да. А это уже про это. Одинаковые числа или неодинаковые? То и другое плюс-минус один. Переглядите. Давайте угол нарисую круг. Вот он Сигма, ТАО-1, ТАО-2 и РО. Как я вохожу... Я всегда могу, я на самом деле, меняя ориентацию этих самых ТАО-1, ТАО-2, могу здесь... Верентацию ТАО-1 поменяю, у меня это изменено. Я всегда могу ориентировать ТАО-1 так, чтобы коррекция инцидентности был единицей. А как ее надо ориентировать? Ее надо ориентировать с помощью внешнего вектора нормального. Да. Отлично. А дальше, когда я ориентировал ТАО-1? Теперь я хочу ориентировать РО. РО. Так, чтобы коррекция инцидентности ТАО-1 и РО был единицей. А я опять это можно сделать, получили внешний вектор нормальный, когда я не танцую с собой. Вот, значит. Тогда, если брать от СИГМА, ну, если я стартуюсь с ориентировать СИГМА, как отличается ориентировать РО? Она подъезжается при помощи вот этих двух векторов. Так, чтобы Е1, Е2, а потом ориентировать РО давала ориентировать СИГМА. Это так? Тогда керекция инцидентности будет 1-1, да? Но если я пойду другим путем, у меня Е1 и Е2, у меня не станет. Поэтому я пойду прямо в противоположной ориентированной ориентированной. Поэтому общее замечание, что это всегда равно минус вот этому. То есть если я проведу таким путем, я получу прямо противоположную ориентированную ориентированную. Но это правильство на самом деле удобно написать в таком виде. Давайте возьмем вообще сумму во всем этом с 1-1 речком. И вот произведение. СИГМА ТАУ. На ТАУ. На ТАУ. Ну, если я сумму по ТАУ-1 и ТАУ-1, то я, конечно же, ноль получу. Во всем остальным я тоже ноль получу. Для всех остальных либо это, либо это. Я пойму, вот это просто, ну, вот, всегда, да? Вот. И вот. А вот теперь теперь. Это забавное утверждение, что вот это, мы применили интуицию, рассмотрели частный случай, но вот это верно всегда для любого СИГМА комплекса. Верно для любого СИГМА комплекса. Верно для любого СИГМА комплекса. Размерность которых заключается на 2. Вот. Значит. Вот такое замечательное утверждение. Да. Почему это в общем случае? Значит, я честно говоря, я не знаю. Оказывается. Нет. Я не знаю, почему это в общем случае. Я не знаю, как это вводить через непрямую, без этого определения коэффициенты инцидентности. Вернее, из этого в определенной степени. Можно сначала в определенной степени перефолюбировать глобологическое видео, как я здесь писал. И тогда это станет более-менее очевидно. Вот. И мы это попозже сделаем. Но настоящего, как сказать, как-то оказывать напрямую вот из этого определения и действия. Или реально спроситься. Я вообще не могу это аккуратно делать. А может быть, как-то сущий шум можно, но что-то и не спроситься. Вот. Но тем не менее верно. Давайте я... И самое последнее, что же это позволяет сделать? Понимаем на то, что это... Это позволяет определить интервенческого комплекса предплеточной рецепи и предплеточной замолозки. Что вы хотите? А что, можно про ориентированность сказать? То есть, я думаю, его предназначение просто влияет на ориентированность? А... В принципе, даже и... Ориентированность бывает много братья. А что такое ориентированность, более-менее на конфликции? В этом мы... Спасибо. У меня есть понятия. Вот. Если мы знаем, что это прообразие, то мы можем про ориентированность. прообразие старше поологии. Но... Если мы не знаем, просто если мы что-то прошло и знаем, что он... Если выберет комплекс... Н мер... Н мер... Просто... Свободная, порожденная, Н мер... Ну, единственное, я считаю, что у каждой клеточки выбрана ориентированность. Это... Значит... Вы... Пока совершенно... Я не говорю про ориентированность всего, и клеточек просто независимо, по-первых, выбирал на ариентированность. Значит, выберем ариентированность клеточек. С целыми коэффициентами? Да. Сейчас с целыми... Значит... Значит... Это... Линейные... Комбинации. Да. Конечные линейные комбинации. С целыми коэффициентами. Н мерных симплексов. Н мерных клеток. Просто такие формальные линейные комбинации. Иногда в этом... Вот. Вот. И вот вводится... Граничное отображение. Но вот вводится, опять же, вот правильная аналогия, что в регулярном случае мы хотим поставить в каждой клеточке сумму ее гиперграни. Ну, а здесь надо каждую клеточку, к которой она приметает, посчитать с тем коэффициентом, с тем коэффициентом, с тем коэффициентом. То есть, по определению, граница клетки σ это сумма по всем n-1 мерным. Ну, если σ-1, да? Клеточка с тем коэффициентом уложена от ау. Вот эта вот формула, вот эта вот формула, на том, что мы не доказали, но она верная, да? Сразу дает, что d в квадрате, ну, то есть d, а потом еще раз d, вот это вот. Потому что, вот то, что здесь написано, это ровно тот коэффициент, с которым ρ будет входить в d в квадрате от си. Сначала возьмем. Ну вот, и, соответственно, это, так называемый цепной комплекс. То есть, это последовательность апельевых труб, у которых последовательность апельевых труб и гоммархизм, то есть, что позиция последовательных гоммархизм равнодумна. Вот. И как только у нас такая вещь уникает, мы можем определить гомологию. Значит, что по определению есть ядро отображений из nt v-1 вот а фактор к образу отображений из n-1 vn-2 vn-1 vn-2 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 вот вот и это очень да, это помология с целыми коэффициентами, но на самом деле можно было брать коэффициенты из любой агревых группы, и получать помологию с коэффициентами. то есть, это честно, например, с коэффициентами берем, то и получим. вот значит, смысл такой, что на самом деле вот из этого определения, нет, мне давно проразначили, вот, так, из этого определения, давайте я в последнее место скажу, из этого определения, совершенно не очевидно, что эта штука каким-то апологическим реальным является. мы взяли комплексы каким-то разбиениям, а почему у нас получилось то же самое. на самом деле такая самая правильная идея, что это метод вычисления в большей степени, чем определение. вот то есть мы в следующий раз обсудим, как обычно она отделяется. я не буду прям совсем насчитать какой-то подробности я постараюсь пропустить доказательства и оставить все подтверждения. в следующий раз мы обсудим как там можно с регулярной аполологии, вообще надо понимать, что у вас есть антирамовские гомологии как и важно вот вот эти дветочные это все можно сразу смотреть на один же объект. это полезно его умеют смотреть и это очень полезно частично и на самом деле правда, что это не зависит от разбиения на так и вот вот одну речь забыл сказать что иногда бывает полезно рассматривать степень отображения это не обязательно для ориентированных а не ориентированных а не ориентированных оно все точно так же поможет 2 целое число считать не получается потому что у нас ориентированных но поможет 2 работает без ориентированных автоматически в данном случае не ориентированных на многообразие но если мы берем то нет нет монологи очень конкретные монологи нас интересуют сферу 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 нет монологи 2 можно сказать что нас не интересуют знания и вообще 2 взять просто что мы возьмем сфера можно но это его приводит проблем нет здесь вот 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 там и полезно думать что на самом деле я хочу вспомнить вот на своем семинаре на семинаре на семинаре я много раз с сначала реально трейс пространство и так далее это вот вот это на самом деле это на самом деле это как здесь это не а это изменение знака выделен базис точностью для упрощения знаков и вот это очень 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 полезно понимать что когда мы начинаем сведовать у нас знаний гораздо больше них чем дает просто регионалы можно сказать просто не надо прожить если кто-то вот на самом деле базис гораздо лучше главное давайте на этом закончим мы сейчас перерыв сделаем а потом вернемся к вашему не